Мы продолжаем изучать послание Ефесянам. Прекрасное, замечательное послание. И напоминаем о том, что мы говорим об отношениях. Здесь Павел, Бог через Павла. Он говорит об отношениях в церкви, и в частности здесь вот этот раздел очень большой. Он говорит о семейных отношениях. И Бог сотворил мир, Он сотворил два института общественного. Напомните мне, каких Бог сотворил два общественных института. Каких? Семья и церковь, совершенно верно. И Бог определил для брака ее цели. Он определил о том, какой должна быть семья, какие роль для каждого члена семьи. И написано, что и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог. То есть Бог благословляет семьи, даже если они вступают в брак, будучи неверующими. В каком плане? Они имеют общее благословение. Это не значит, что они будут спасены через это, но они имеют общее благословение. На этой неделе мне пришлось беседовать с одним доктором в больнице. Он там делал процедуры, а потом я его спрашиваю. Я говорю, я люблю беседовать с людьми. Я говорю, are you married? Вы женат, молодой человек. Он говорит, у меня girlfriend есть. Я говорю, это что означает? Вы извините меня. Я говорю, я пастырь церкви. Я говорю, я задаю неудобные вопросы. Он говорит, ну понимаете, вот это... Я говорю, понимаешь, какая разница между girlfriend и wife? Начал ему объяснять. И мы с ним побеседовали хорошо. Он обещал, что исправится. Я говорю, когда ты вступаешь в брак, ты берешь на себя ответственность. Когда ты не берешь, не вступаешь в брак, у тебя нет ответственности. Мне понравилось, как Тимур Расулов сравнивал отношения людей в гражданском браке, что является в принципе блудом. Два человека, говорит, которые, говорит, являются пилотами маленького самолетика, который, говорит, вот-вот, говорит, рассыпется. Но разница только в том, что у одного есть парашют, а у другого нет. И человек, у которого нет парашюта, это, как правило, женская сторона. Да? Потому что у ней нет парашюта. А мужчина, он всегда с этих отношений может соскочить, говорит, и оставить еще на этом самолете не только ее, может быть, еще одного пассажира. Да? Как правило. Вот, к сожалению, когда люди не берут на себя ответственность, так оно происходит. Меня молодежь сегодня спросила перед началом, говорит, пастырь, а вот если придут неверующие в церковь, вы будете молиться над ними вот в браке и благословлять их? Я говорю, конечно. Конечно. Если даже бомж придет с улицы и попросит молиться в церковь, мы будем молиться и благословлять его, чтобы Бог дал ему покаяние. Точно так же и в семейных вопросах. Бог благословляет людей, которые вступают в брак, они просто имеют свободное отношение, Он благословляет их и дает им общее благословение. Конечно же, для того, чтобы иметь полное благословение, нужно иметь спасение, потому что у нас не будет подчинения Слову Божьему, если в нашем сердце нету Святого Духа, который и склоняет нас к послушанию и к повиновению. Поэтому Бог благословляет теми, которые выполняют это Его предназначением. И это просто очень. Это закон, незыблемый закон, как дважды два – четыре. То есть в Африке, в Антарктиде и в Америке, в джунглях дважды два – все равно будет четыре. Точно так же и в этом. То есть эти принципы, которые мы должны соблюдать в нашей жизни. В последних нескольких беседах мы говорили о роли мужа в семье, его обязанность с точки зрения Библии, как Слово Божие. Мы говорили, что муж – это глава семьи, он закладывает духовный фундамент, он беседует в семье, он молится, он должен знать духовное состояние своей жены и своих детей, и он лидер, он священник. И место, которое мы читаем, и еще раз, еще раз напоминаем, Павел говорит, «Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть именно в любви нуждаются наши жены. Они нуждаются, и это необходимо нам постоянно проверять, сравнивать себя. И Павел дает здесь два сравнения о том, как мужья должны любить своих жен. Он говорит, «Мужья должны любить жен, как Христос возлюбил церковь, как Христос возлюбил церковь». И второе сравнение, он говорит, «Как самого себя». Это более приземленное такое сравнение он уже дает. Он говорит, «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя». Это не самолюбие. В действительности, если вы кого-то любите, так, как вы любите самого себя, себя – это великая жертва. Потому что мы себе больше уделяем внимания, и мы себе больше заботимся, чем о ком бы то ни было. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Опять смотрите, два раза он подчеркивает это, такую приземленную аналогию. Просто посмотри на свою жену, как ты ее любишь, и посмотри, как ты любишь себя. Проверяй на практике, да? И Павел призывает нас любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. И когда мы говорим, «Как Христос возлюбил церковь», я заметил, что, если вы заметили сегодня, псалмы какие были. Вот вы не замечали псалмы, которые пели музыканты? Они более богоцентричные и христоцентричные, да? Это не просто лирика какая-то, да? Белеет парус одинокий, да? Где-то. Или же, помню, в псалм нашей юности девушка там на арфе где-то играла. Да, где-то что-то. То есть мы, когда слушаем псалмы, мы невольно, если мы слушаем вот эти слова, мы начинаем понимать о том, что Христос является причиной нас, христиан, изменения нашего, да? И когда мы понимаем о нашей семейной жизни, мы должны знать, что только Христос может изменять нашу жизнь. Только Он может склонить нас к тому, чтобы мы действительно по-настоящему любили своих жен. Я помню, наш пастырь в городе Майкопе, где я воспитывался, мы с ним беседовали, он говорили, что каждый человек имеет, ну, своего рода, как бы сосуд любви. И этот сосуд, он как бы опорожняется в свое время. Мы отдаем и опорожняется. И наполнять этот сосуд может только Христос. То есть мы не можем дать кому-то любви, если мы ее не имеем в себе. А сами по себе мы ее не можем произвести. Поэтому есть две основные заповеди. Возлюби Господа Бога, как... Возлюби Господа Бога твоим сердцем, всей душой, всем разумением своим. И тогда уже ближнего, как самого себя. То есть источник этой любви является Бог, который наполняет наше сердце. Можно любить... Знаете, Он говорит, ну, я люблю свою жену. То есть очень много браков, к сожалению, христианские браки. Люди живут, ну, как говорится, ну, ради детей, если одни говорят. Мы живем ради детей. Другие говорят, ну, просто скрипя сердцем. Ну, как-нибудь уже дожить и так далее. Но настоящая цель брака... Слушайте внимательно. Мы молодые и взрослые. Молодые, молодежь. Вы будете вступать в брак. Братья, сестры. Вы должны знать настоящее назначение брака. Какое настоящее назначение брака? Вы ждете ответ от меня? Прекрасное. Плодиться и размножаться. Прославить Бога. Совершенно верно. То есть прославить Христа. Это самое главное назначение брака. Мы будем дальше об этом говорить. Везде. То есть, если мы не понимаем, что главное назначение брака угодить Христу. То есть, когда я люблю свою жену, я этим самым угождаю Христу. Когда вы, сестры, подчиняетесь своим мужьям, вы, в первую очередь, угождаете Христу. Любая другая цель, она вас выбьет из колевии. Вы просто-напросто, у вас не хватит сил, ни энергии. У вас не хватит просто-напросто вас самих для того, чтобы выполнять то, что свалится на вас в вашей жизни. Испытания, трудности, куча детишек или так далее. Переживания, трудности на работе, финансовые проблемы, со здоровьем и так далее. Если вы это делаете ради Христа, вы пройдете через все, как это прошел Иов. И десять детей потерял, и все имущество. И жена уже его говорила, проклясть Бога, и похулить Бога, и умри, она говорит. Но он думает о Боге. Он жил ради Бога. В центре его жизни был Бог. И когда испытания пришли, он также остался верным Богу. Мы должны жить в браке ради Христа. Мы должны понимать, что Христос как Личность, Он помогает нам исполнять. То есть в сущности нашего брака должно быть Евангелие. Мы часто говорим очень, я повторяю, Евангелие имеет три составные части. Да, братья и сестры? Напомню, первая часть какая? Плохая новость. Bad news. Мы грешники. Очень плохая новость. Все согрешили, лишены славы Божьей. Два грешных существа вступают в брак, два несовершенных существа вступают в брак и ожидают. Ты должен меня удовлетворять. Два банкрота встречаются и говорят, дай мне деньги. Он говорит, у меня нету. А ты дай мне, и у меня нету. Вторая новость какая? The good news. Хорошая новость. Хорошая новость в том, что Христос взял на себя наши грехи. Он простил все наши грехи. За нас заплачено полностью. Третья новость какая? What you gonna do? Что мы будем с этим делать? Теперь, когда мы подходим в браке, в решении любого вопроса, к жене, к мужу, к детям, мы должны помнить вот эти составные части Евангелия. Я грешник. Я не подхожу к жене или к детям сверху вниз. Я не смотрю на них, как, так сказать, я голова. И жена тоже не смотрит. Да сколько можно все это делать? Она тоже осознает. Я грешница. Я прощена. И когда мы изливаем результат этой Божьей благодати, одновременно осознавая, что я грешник и я прощен Богом, одновременно осознавая, то есть помня о том, что я великий грешник и я получил великое прощение, вот эта благодать, она изливается на других людей. Помните притчу, о которой Христос говорил? 10 тысяч талантов и 100 динариев. Что такое маленький конфликт в семье? Это 100 динариев по сравнению с теми талантами, десятками тысяч, которые Бог простил мне. Как я буду относиться к своей жене? Что я буду ей говорить? То есть возникает много проблем, и мы должны их решать. Потому что когда возникает конфликт, то в конфликте каждый считает себя прав. Так или нет? Если бы не было так, то не было бы конфликта. Потому что каждый говорит, я прав, а другой говорит, нет, я прав. И возникает конфликт. Если же человек всегда помнит об этом, то тогда разрешаются эти вопросы. Почему дети дерутся за игрушки? Потому что каждый считает, это моя игрушка, я имею право ей распоряжаться. Я имею право на эту игрушку. Мы взрослые иногда поступаем точно так же. Мы думаем, я имею права в семье, а она не имеет. Или наоборот, у меня вот такие права, у меня есть интересы, и тогда возникает вопрос. Мы начинаем требовать друг от друга, вместо того, чтобы служить. Христос призывает отвергнуть себя, взять крест, и следует за ним когда? Каждый день. По-моему, у Луки написано, daily, каждый день. И вот эти отношения мы должны переносить, переносить в брак. Помните, что Бог создал брак не для того, чтобы мы постоянно удовлетворяли себя, но чтобы мы прославляли Бога через эти отношения в браке. Колоссянам 3,17 написано, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Посмотрите, Павел, вдохновленный Духом Святым, призывает все делать во имя Христа. Что это значит практически? Давайте посмотрим, что это значит практически в нашей жизни. Это значит действовать в соответствии с характером и сущностью Христа. Что значит делать все во имя Иисуса Христа в своей жизни? Это значит действовать в соответствии с сущностью и характером Иисуса Христа. А как это практически сделать? Откуда мы получаем эту информацию? Откуда мы узнаем, каков характер Христа? Какие его желания? Откуда, братья и сестры? Читаем, посмотрите, Павел, предыдущий стих говорит, «Слово Христово, да вселяется вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами» и так далее, и так далее. Обратите внимание, что он здесь говорит. Слово Христово, Слово Христово, Он дал нам заповеди, Он изложил сущность своего учения. Его учения – это желания Бога, изложенные для нас на бумаге. Или же мы принимаем их для своей благочестивой жизни, для того, чтобы изменять ее, или же отвергаем. Христос сказал, «Отвергающие Меня и не принимающие слов Моих имеют в себе судью. Слово, которое Я говорил, Оно будет судить Его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить». Вот Христос, Он на земле, Он беседует с людьми, Он говорит учения, и Он часто задает вопрос людям и спрашивает их, «За кого люди почитают Меня?» Помните? Помните, да? А потом спрашивают, что с учеников. «А вы за кого Меня почитаете?» Братья и сестры, это вопрос к нам. Христос – это самая великая и самая недооцененная личность в христианстве. Мы привыкли ко Христу. Мы читаем Его слова, и мы думаем, как будто это кому-то написано. Это написано нам. И мы относимся к этим словам так, насколько мы Его почитаем. А вы за кого Меня почитаете? Помните, Христос сказал, «Что вы называете Меня, Господи, Господи, и не исполняете то, что Я говорю?» What's the reason? Why are you calling Me, Lord? Зачем вы Меня называете Господом? Если вы называете Господом, выполняете то, что Я говорю? Это риторический вопрос. Наше отношение к словам Христа определяет нашу практическую жизнь. То есть мы можем говорить, да, я слушаю, я читаю Писание, да, я христианин, да, я член церкви и так далее. Но как я на практике это делаю? Поэтому Павел, посмотрите, вот возвращаясь к посланию Колоссянам, после того, когда он говорит, что слово Христово в 16 стихе вселяется в вас обильно, после того, как в 17 стихе он говорит, вы все должны делать во имя Иисуса Христа, а теперь он приземляет нас, говорит, вот теперь и приехали. Жены, повинуйтесь мужьям своим, пожалуйста. Делайте во славу Господа, во имя Его. Насколько слово проникло в вас, глубоко или нет? Дальше, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы, не стучите кулаком по столу и не доказывайте о том, что вы глава семьи. Не выбирайте тексты Священного Писания для того, чтобы доказать, ты должна повиноваться мужу. Это не вам написано, это ей написано. Она должна это читать никак. Ваша задача брать тексты, которые к вам относятся, и не тыкать в адрес жены или в адрес мужа, а ты должен любить, а ты должна повиноваться. Братья и сестры, то, что написано, нам мы должны применять к себе в первую очередь. Помнить. И насколько мы относимся к этому, с каким почитанием, насколько практически мы это выполняем, и это означает, за кого мы почитаем Христа, кто Он для нас. То есть, если мы не читаем и не вникаем в Священное Писание в семье, не нужно удивляться о том, что наша практическая жизнь, она неправильна. Мы неправильно реагируем на слова или поступки других людей. Христос в этом послании дан как образец настоящей любви. Мы говорили уже много об этом, и сегодня еще раз будем говорить. Он постоянно нам, мужьям, напоминается о том, чтобы мы смотрели на Христа и подражали Ему. И в тексте несколько раз подчеркивается действие Христа по отношению к церкви как пример для мужа. Мужья, пристегните ремни. Мы смотрим на пять, да? Пять условий, которые здесь, или образец, который он говорит. Посмотрим, в чем проявляется любовь Христа к церкви. В чем проявляется любовь Христа к церкви. Первое, он предал себя за невесту. Он предал себя за невесту, да? Посмотрите, 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос и залюбил церковь, и предал себя за нее. Вот это слово подразумевает, мы уже говорили об этом, напомню, полную и окончательную передачу чего-то, что вам принадлежало. Христу принадлежала его жизнь, и он говорит, я свою жизнь отдаю, никто меня не заставляет, чтобы я отдавал, я сам ее отдаю. Я делаю это добровольно. То есть Христос не отдал часть своих услуг, или часть своего наследства. Мы вчера на братском завтраке так это глобально рассматривали с братьями, вот эту истину великую. До творения в Троице, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они были вместе, и был задуман план творения, в который включалось человечество, вселенная, галактики, включалось также искупление людей, и после творения, когда оно все завершится, в Троицу возвращается Христос уже как Бога-человек, в прославленной плоти, Он уже не такой, как Он был, Он уже измененный, и вместе с собой Он приводит кого? Невесту свою. И вот в этой Троице, представьте себе, изначало, прежде творения, еще ничего не было, был этот задуман план, и Он туда возвращается назад, туда и приводит с собой невесту, прямо туда, братья и сестры. Ради этого было все задумано. И мы с вами, члены этой церкви, Он отдал, Он задумал весь этот план творения, и Он отдал свою жизнь ради того, чтобы нас привезти туда, вот это торжество своей славы, Он отдал. То есть нужно было умереть ради этого, нужно было прийти на эту землю, нужно было оставить свой престол, для того, чтобы умереть за свою невесту. Он предал себя ради нее, Он отказался, вот это слово означает, отказаться от того, что вам по праву принадлежит. Мужья, часто вы в семье говорите, я же имею право, или нет, своей жене, но я же имею право на свободное время, но я же имею право на то или другое, или так далее. Вот как прокомментировал это место священного Писания Иоанн Златоуст. Он говорит, хочешь ли ты, чтобы жена твоя повиновалась тебе, как церковь повинуется Христу, тогда заботься о ней так же, как Христос заботится о церкви. Мужья, чем вы сегодня согласны пожертвовать ради своих жен? Холостому человеку легко это сказать? Совершенно верно, да. Для кого-то, быть может, нужно пожертвовать всего-навсего несколькими часами времени. Да, очень часто я слышу от жен, они говорят, мой муж не уделяет мне внимания, да, он не проводит со мной времени, мне не нужны деньги. Некоторые так говорят, да, и говорят, что мне нужно его внимание. Мы недавно вот с гостем, с нашим Алексеем Синичкиным были в музее Билигрейма, и вот там Руф, жена Билигрейма, вспоминает, что когда они уже вышли на пенсию, и когда он уже не ездил много, они просто сидели, он говорит, он смотрел на меня просто часами, ничего не говорил, просто сидел и смотрел, да. И она говорит, мне это так было ценно. Братья, время, которое мы уделяем нашим женам, это показывает, что мы ценим их. Мы говорим, ты дорого для меня. То есть мы не просто пришли, быстро покушали, вскочили и убежали, или же прибежали и все прочее, решили какие-то вопросы и так далее. Ты дорого для меня. То есть научитесь проводить время со своими женами. Оно показывает, что есть у меня более срочные дела, или же есть время для того, чтобы помолиться, побеседовать, почитать Писание. Кто-то ради того, чтобы пожертвовать, в кавычках нам надо, да. Какой-то муж, быть может, ему нужно расстаться с пультом дистанционного управления телевизором. Жертва большая. Да. Или же с телефоном, на котором он там проводит какое-то время. Или же, быть может, с друзьями, или же с каким-то хобби, или же, быть может, нужно ночью встать и пожертвовать для того, чтобы смотреть за детьми, вставая к больным детям. Никто сегодня не требует от нас, братья, нашей жизни. Никто. Но всякий раз, когда вы отказываетесь от своего «я» ради того, чтобы послужить вашей супруге, вы уподобляетесь Христу. Я еще раз повторю эту фразу. Вы со мной или нет? Всякий раз, когда мы, мужья, отказываемся чем-то, точнее, от своего «я», ради служения своей супруги, этим самым мы уподобляемся Христу. Второе. Он предал себя за невесту, он освещает и очищает ее. Посмотрите на этот текст 26. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». В словаре это греческое слово «осветить» переводится как «освещать, отделять от обычных вещей и предназначать для Господа». Это очень интересный факт для мужей, о котором, быть может, вы не задумывались даже, мужья. Одной из задач в служении мужа жене является то, чтобы посвятить, осветить свою жену для Бога. Вы скажете, «Как я могу это делать?» Читайте с вашей женой Библию. Слово Божие освещает. Представьте ей такую возможность для того, чтобы она почитала, чтобы она могла поклоняться Богу, чтобы она могла иметь личное время с Богом. В греческой и иудейской культуре перед свадьбой купались в бане. То есть, это было такое, своего рода даже ритуальное омовение. Это не столько нужно было просто омыть свою нечистоту, это ритуальное было омовение. Потому что гречанки, они купались в этой ванне, как бы поклоняясь богиням, чтобы получить благословение на семейную жизнь. Павел говорит, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Задачей мужа является предоставление своей жене такого купания в водах Слова Божия. Баня – это что-то, знаете, это не просто так вот слегка, это подразумевало полное погружение в такую ванну, которая полностью наполнялась водой. И Слово Божие – это та баня, та чистая вода, которая смывает с нас неправильные представления о Боге, о вечности и о супружеской жизни в том числе. И в Библии можно найти ответы на эти жизненные вопросы. Вы могли бы, наверное, сказать, дорогая, почитай Библию, а я пока за ребенком посмотрю. Да? Звучит как фантастика, да? Для некоторых жен. Предоставьте ей такую возможность для молитвы, для размышления. Вам вообще приятно, когда ваша жена читает или поет, или же занимается каким-то духовным вопросом или нет? Вам это доставляет радость, что жена, она проводит личное время в общении с Богом? Или вы говорите, ну, you are wasting your time! Столько дел! И так далее. Кто-то из вас может пожертвовать тем, что во время служения вы возьмете ребенка, и жена не будет отвлекаться. То есть, вы думаете, что это ее задача, но в церкви хотя бы здесь, во время проповеди, возьмите ребенка, возьмите на себя эту ответственность. Посмотрите за ним, как он крутится, как он капризничает и так далее. Научите его, чтобы он был вместе с вами, чтобы она могла хотя бы в это время сосредоточиться и слушать Слово Божие. Не так много нам нужно пожертвовать, братья и сестры. Далее, в чем проявляется любовь Христа к церкви. Он предал себя за невесту, он освящает, очищает ее. Он разделил с ней свою славу. Он разделил с ней свою славу. Посмотрите, 27 стих. Чтобы представить ее себе славную церковью. Вот это слово представить буквально означает ставить возле, предоставлять, являть, стоять возле, предостоять, являться. То есть, это действие Христа, которое включает, что он поставил церковь рядом с собою, точно так же, как невеста, знаете, когда у нас брак есть, невеста становится рядом с женихом. Так же, да? Мы молимся, мы смотрим на них, она стоит рядом. Посмотрите, в некоторых народностях это нет. Невеста где-то там гуляет, здесь мужики гуляют, по-моему, мусульман так, да? Да? Вот, извините за такое грубое выражение. Там женщины, да? Мужчина здесь веселится, жена где-то там, он ее не видит, а потом уже они вместе соединяются. Ну, что это за брак? Да? Вот здесь написано, что он, чтобы представить ее славную церковью, да? Христос не возвышает себя над нею, она не лежит у его ног, или, как некоторые говорят, ну, мне бы хотя бы у порога Царствия Божия попасть туда. Задумайтесь над этим действием Христа. Он нашел нас в мире, во грехах, в пороках, очистил, осветил, поставил рядом с собою мы его невеста. Он взял вот эти наши измазанные, изорванные одежды, нашей собственной праведности греховной, заменил их на славные одежды своей праведности, и очистив нас, наделил нас той же самой славой, какой обладает Он. Для того, чтобы сделать нас святыми, Он взял на себя наши грехи, беззакония, кто из мужей сегодня согласен взять на себя грехи, просчеты, какие-то недостатки, какие-то ошибки своей жены. Как правило, мужья пытаются доказать, я право, ты не права. Христос взял даже на себя это, то есть, Он не пытается обвинить, Он берет на себя, чтобы представить ее славную церковью, себе. Он это делает для себя. Когда вы пытаетесь разрешить вопрос каких-то ошибок своей жены, вы помогаете ей, то вы фактически делаете это для себя, потому что вы одноплоть. Когда вы только обвиняете ее, вы разделяете себя с ней, чтобы представить ее славную церковью. Это слово, кстати, часто переводится как великолепную, великолепную, славную церковью. Христос говорит ученикам последний день, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Христос дал нам славу. Еще раз внимательно прочитайте эти слова. Смотрите, и славу, которую ты дал мне. Какую славу Бог Отец дал своему Сыну? Какую, братья и сестры? А? Божественную, еще какую? Eternal, да, вечную, еще какую? Непостижимую, еще какую? Величайшую славу он дал. И вот эту самую славу он говорит, я дал вам, нам, то есть как в церкви его. Вот так мужья должны оказывать почет и уважение своим женам. Не напоминать ей о том, что три года назад она борщ не досолила. Или о том, что у нее такая бабушка, или такая мама, или она из такой семьи, и так далее, и тому подобное. В его поведении, в поведении мужа не должно ничего того, чтобы унижать ее, но наоборот, чтобы возвысить. Коринфе нам написано, жена есть, что? Братья, ну давайте все вместе прочитаем. Жена есть, слава мужа, не дружно. Жены дружнее вас, смотрите, я обратил внимание. Некоторые мужья, наоборот, унижают своих жен, считая их менее достойными, чем они сами. Мы не видим, чтобы где-то Христос унижал церковь, наоборот, он ее возвеличил, до такого статуса, о котором и ангелы, и архангелы, и херувимы могут только мечтать. Они не имеют такой славы, какую имеет церковь. История знает немалые случаи, когда какой-то император, или какой-то принц, или какой-то король, вдруг влюбляется в какую-то простую девушку. Она не княжеского происхождения, у нее нет какого-то, он вдруг в нее влюбляется. И что тогда происходит? Она становится королевой. Она становится императрицей. Она становится царицей. Почему? Потому что ее полюбил царь, и он разделяет с ней свою славу. Она рядом с ним. У ней происхождение не такое, как у него. Но он ее берет. Он ее берет во свой дворец, и он наделяет ее той же самой славой. Отныне ее будут как величать? Ваше величество. Точно так же, как и его. Братья и сестры, это мы с вами. Мы церковь. Это он сделал с нами, чтобы мы были славной церковью. Это то, что мы, мужья, должны делать со своими женами. Наша жена – это слава нас в первую очередь. Если же мы где-то принижаем свою жену, я бесславлю самого себя. Христос не доказывал своей невесте, что он главный, повышая на нее голос, для того, чтобы показать, какая она грязная и так далее. Но наоборот, он делает ее непорочной, святой. Он берет на себя ее грех. Ради этого он должен был стать человеком. Он должен был пройти эту жизнь. Он должен был перенести страдания. Он буквально умирает в жесточайших муках за свою невесту. Далее. В чем проявляется любовь Христа к церковь? Он разделил с ней свою славу. Он ее греет и питает. Посмотрите. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с односледницам благодатной жизни, чтобы вам не было препятствия в молитвах». Посмотрите. «Честь», то есть «оказывая ей честь». Вот это слово, интересно, переводится как слово «порок», означает складка, морщинка, недостаток. Слово «пятно» переводится как «позор», слава, бесславие. Христос взял на нее порок, ее позор, ее недостатки, ее срам, ее бесславие, и Он делает ее святой, непорочной, для того, чтобы она была без порока, без пятна, без недостатка, без изъяна, для того, чтобы сделать ее своей невестой и чтобы оказать ей честь. Точно так же и мы должны оказывать честь своим женам. Далее, следующее. «Он ее греет и питает». Мы немножко говорили об этом. Он предал себя за невесту, Он освящает и очищает ее, Он разделил с ней свою славу, Он ее греет и питает. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». То есть, обязанность мужа по отношению к жене беспокоится о ее духовных и физических потребностях. Слово «питает» означает не только кормить, но воспитывать, как бы, маленького ребенка. То есть, знать его потребности, нужды. Мы же знаем, что ребенку нужно. Он же не говорит нам, «Папа, купи мне туфельки», «Папа, купи мне одежду какую-то». Мы знаем это. А некоторые говорят, я согласен, да? Некоторые уже говорят. И даже говорят, какой марки нужно им купить. Да? Уже современная молодежь, да? Мы это знаем, да? «Нежно обходиться», «Лелеет» это слово означает. То есть, мы буквально проявляем заботу. Мы поощряем ее. Мы внимательны к ней, евреям 10.24. Мы хвалим жену. Притчи 31.28, если помните, да? Встает муж и хвалит ее. Давать возможность заняться любимым делом. Восхищаться ею. Притчи 31.29. Благодарить за работу, которую она проводит дома, или за приготовленную пищу. Замечать ее. Да? Мы, к сожалению, бывает, жена пришла в новом платье где-то, а мы не заметили даже, да? Кто-то заметил, мы не заметили. Братья, запомните одну простую вещь. Простую вещь. Вы можете помнить день независимости Америки, но никогда не забудьте день рождения вашей жены. Это катастрофа. Некоторые говорят, а я не знаю. Я звоню мужу, бывает, и говорю, слушай, ты извини меня, я звоню тебе сегодня, я знаю твоей жены сегодня ей 40 лет, вот, и я звоню тебе заранее, чтобы... Он говорит, она же меня убьет. Он забыл, что у нее жены не только юбилей, вообще, что у нее день рождения. Он занятый бизнесмен, я понимаю, я поэтому ему позвонил первый, да? То есть, это очень важно, когда мы проявляем внимание к нашим женам, когда мы знаем их и об их нуждах. И последнее. Он прилепился к ней. Значит, он предал себя за невесту, он освящает, очищает ее, он разделил с ней свою славу, он ее греет и питает. И последнее. Он прилепился к ней. Посмотрите, 31 стих. Мы вообще отдельно будем говорить на эту тему. Поэтому оставит человек отца своего мать и прилепится к жене своей, и будут двое, что? Одна плоть. Тайна эта велика, посмотрите, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Павел цитирует здесь слова из Бытия 2.24, где употребляется еврейское слово «дабак». Мы говорили об этом, которое означает приклеиваться, присоединяться, склеиваться, слепаться. Это два листка бумаги, которые мы берем и которые мы склеиваем. Вот взяли, помазали их клеем и склеили их. Вот высохло. Можно их теперь разделить? Нет, это невозможно. Вот то же самое должно происходить и в наших брачных отношениях. Он прилепился к ней, к невесте. Мы должны прилепляться к своей жене. Это одно целое. Не может быть двух счетов, двух аккаунтов, двух интересов. Это должно быть одно целое. Это одна плоть. Христос прилепился к ней. Это не союз временный, это союз вечный. Ничто никогда не разрушит его. Это союз жертвенный. Никто не пожертвовал больше его для своей жены, чем Христос для церкви. Это говорит о единстве с церковью. Это говорит не о поверхностных, а о глубоких, близких отношениях. Вот почему формализм в церкви недопустим. Христос не допускает формальных отношений, что кто-то пришел в церковь и стал ее членом. Он говорит, формализм недопустим в отношениях со мною. Вот почему он требует от своей невесты ничего другого, как только первой любви. Не второй, не третий, а первой любви. Он требует от нее. Почему? Потому что ценою этих отношений была его самоотверженная жизнь, его смерть. Поэтому платить за такой страстный подвиг безразличием, это просто преступление. Прилепиться, это значит иметь общие цели, общие взгляды, общие заботы, общий кошелек, переживания. Дети, кстати, дети, это твои дети, нет, это твои дети. Это наши дети. Бывает и такое. Не должно быть разделения. Это мой, это твой. Прилепиться, это значит соединиться вместе, как два ручейка вливаются в реку, и потом уже не разберешься, здесь уже, где какой речеек, они вместе, уже одна река. Было две, стало одна. Слово прилепиться к жене своей подразумевает идею постоянства, непоколебимости, вплоть до того, что они уже не могут называться, могут называться только одной плотью. Они соединены с Богом в уникальный союз, союз двух людей, и теперь они духовно соединены вместе с собой, раз и навсегда, не только духовно, но и физически. Муж должен быть инициатором такого соединения, точно так же, как Христос пошел за своей невестой, муж должен стремиться вот к формированию таких отношений. А как это вот практически, как это замечаешь? Замечаешь, когда кто-то говорит о своей семье, и он употребляет «я», «она», «я», «она», или же он говорит «мы», «наши», то тут сразу понимаешь, что в этой семье не «я», «не она», а «мы», «наши», то есть идет размышление о том, что мы одно целое. Муж должен показывать жене, что ничто и никто не должен становиться между ними. Это могут быть родственники, это могут быть финансовые проблемы, это могут быть друзья, это могут быть родители, это может быть теща, это может быть свекор, это может быть болезни, деньги, церковь, работа, хобби, увлечения. Недавно услышал, как один молодой человек услышал от своей как бы будущей невесты, которая ему сказала «ты что, любишь Христа больше, чем меня?» Смеетесь? Это реальность? Он сказал «да, конечно, ты же верующая, ты же говоришь, что ты христианка, а ты говоришь, что я люблю Бога, конечно, я его люблю больше, чем тебя». Но, братья и сестры, когда мы любим Бога больше, чем кого-то, мы будем любить и ближнего, как самого себя. Вот откуда источник нашей любви. Давайте посмотрим на практические вопросы. Насколько вы применяете принципы Евангелия в вашей семейной жизни? Что значит принципы Евангелия? Случился какой-то момент, как я на это реагирую? Осознаю ли я, что грешник, прощенный Богом, я нуждаюсь в Божьей благодати для того, чтобы каждый день Бог меня прощал, следовательно, моя жена или мой муж, он нуждается в этом, мои дети в этом нуждаются. То есть, насколько вы применяете принципы, насколько вы понимаете плохую новость, хорошую новость и насколько вы ее применяете в своей жизни. Второе. Желаю ли я жене того, чего желаю себе? Забочусь ли я о своей жене, как о самом себе? Простой вопрос, но в то же время сложный. Братья, дальше. Дальше. Кстати, я задал вопрос братьям, говорю, мы когда и поедем на братский завтрак в горы, несколько мужей спрашивают, жен можно взять или нет? Сестры, извините, братья сказали нет. Дальше. Третий. Знаю ли я ее нужды? Если да, то что я делаю, чтобы их восполнить? То есть, вникаете в эти нужды или нет? Что значит оказывать жене честь? Вот на практике, в армии честь это вот так надо было отдать, да? Вот на практике, что значит вы оказываете честь? Унижаете вы ее в обществе или нет? Уверите, да, это жена моя, да, она постоянно у меня что-то там барахлит. У нее с памятью ненормально там или с чем-то другим и так далее, да? Оказываете ли вы ей честь? Как мы можем освящать наших жен? Братья, как мы можем освящать наших жен? Через Слово Божие. То есть, мы читаем Слово Божие, мы сами показываем для них пример, да, через Слово Божие. Христос говорит, я осветил вас истинную, Слово Мое есть истина, да? Дальше. Что значит быть женой одной плотью? Что это значит? Мы немножко будем говорить об этом, я думаю, может быть, в следующий раз. Что значит прилепиться? Мы будем говорить, что мы не прилепимся, если мы не отлепились. Что это значит, если мы не отлепились, мы не сможем прилепиться? Мы не будем одной плотью, если что-то между нами будет, что-то будет более важное. И последний вопрос. Подражаете ли вы Христу в вашей семейной жизни? То есть, когда мы, проще всего, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, мы должны понимать, подражаю ли я Христу. Вот в этих словах, в этом поступке, в этом действии, в этой реакции, в этом тоне голоса, который я говорю. Мы никогда не достигнем успеха в христианских семьях и церковях, если мы не научимся служить друг другу, как и Христос возлюбил церковь свою. Это выражается для наших мужей в духовном пастырстве, в лидерстве, и это укрепляет единство семьи. Как только дух настоящего бескорыстного служения мы приносим в наши семьи, тогда и нашим женам, и мужьям легче переносить какие-то невзгоды или же какие-то разногласия. Мужья, подражайте Христу, подражайте Ему в той любви, которую Он проявил для своей церкви, и размышляйте о Нем, думайте о Христе, наполняйте свои мысли Христом, и тогда вам легче будет притворять Его характер, Его сущность, Его волю для вашей практической семейной жизни. И Христу да будет слава, и весь народ Божий на это скажет. Аминь. Помолимся.